Всем привет, ребята. Снимаем вам в пути. Мы поехали. Поехали к нашей бабушке. Вчера она себя чувствовала очень плохо. Ее увозили в больницу. Что-то у нее с сердцем. Но сегодня она уже дома. Поедем, навестим ее. Пока дети в школе. Взяла с собой работу. Вчера не успела домонтировать видео. Сейчас буду сидеть в машине монтировать. Вот у меня свой компьютер. Пока мы будем ехать, нам ехать минут 20. Но я хотя бы хоть 20 минут помонтирую. Привет. Всем привет. Ты что там, кот там закрыл? Никого. Открой. Мягкая игрушка моя. Мягкая игрушка моя. Магарите, посылка пришла, а Ксюше нет. Никак не доедут ее шорты. Любимые. Вот такие очки я взяла. Как стрекоза, да? Попрыгунья, стрекоза. А то я с одними все время хожу, они у меня уже старые. Нет, это Маргарите. За юбочкой она посмотрит, какая ей больше понравится. Маргарита собирается на дискотеку, поэтому она всегда выбирает юбку. Да? Угу. У них будет в последний учебный день дискотека. А потом они будут ночевать в школе. Ну, помери красную. Только нужно с другой кофточкой. Эта юбка покороче. Но тоже неплохо смотрится. Под низ шортики наденешь короткие, все черные. Вот. Сильно не задирай наверх. А если чуть-чуть опустишь? Да, вот так. Угу. Вот. Ну, смотри, какая тебе больше нравится. Хочешь, две хочешь. На них скидки хорошие. Да? Да, у них 50% скидка там была. Если две нравятся, две стоят. Угу. Ты тоже красивая, красненькая. Папа говорит, что она одевается, как швейцарка. Мода такая сейчас. Это мода? Да. Юбочки. Нет, это не 60-е годы, это 2021 год. Все возвращается, мода возвращается. Папа говорит, прическу надо поменять. Папа даже не знает, что она на дискотеку собирается. Так и знаю. Еще зубы не все выпали. Она уже на дискотеку. Зачем ты ложку выкидываешь? Потому что я хотела выкинуть то, что у меня во рту было, и потом выкинула ложку. Салатик я уже нарезала. Папе сделаю рис, и нам макарошки с подливом. Я не стала обратно отодвигать диван, потому что у нас опять летят тучи. И на сегодня опять передают грозу. Так не достригла. Кстати, работает газонокосилка. Я ее не поломала, к счастью. Перегрелся провод. Я его просто не до конца рулетку раскрутила. А мне Лео сказал, что, оказывается, нужно рулетку. Вот этот удлинитель, он на рулетке был. Ее нужно до конца раскручивать. И, скорее всего, перегрелось. Нужно теперь подождать, когда пройдут все дожди. Травка подсохнет. И тогда уже до встречи. У нас пока вот такая вот будет прическа. Стильная. Курточку надеваем. Ксюша. Потом как будешь возвращаться домой, если будет дождь? Главное шапку в дождь. Пока. Пока, Каролина. Пока. Пока. Давай, давай. Пока. Ставьте лайк. Ставьте лайк. Мы остались с Максом. Влог вышел. И я тут сижу, читаю комментарии. И один комментарий я увидела. Спрашивают, почему Маргарита переходит в другую школу. Ребят, здесь так принято. Маргарита заканчивает начальную школу. Она переходит в старшую. Что у меня тут так разбушились? После шестого класса их распределяют в другую школу. Эта школа делится на три части. Для отличников, для ударников и для троечников. В этой школе она может учиться три года, либо пять лет. Три года. Ну, как вот у нас заканчивают, либо девять классов, либо одиннадцать классов. На данный момент, ну, пока мы здесь еще остаемся, я не знаю, на какое время мы. Максимум, я думаю, на полгода. Как мы планируем, как я думаю, что больше, чем на полгода мы здесь не останемся. Максимум полгода. Школа находится недалеко. В принципе, здесь можно на велосипеде доехать минут десять-пятнадцать максимум на велосипеде. Также можно доехать на автобусе, но на автобусе не очень удобно, потому что автобус ездит очень редко. Он выезжает в восемь часов, в восемь ноль восемь утра. А у девчонок в основном, у Маргариты, у Маргариты в основном будет учеба с 7.30. Она в 7.30 должна будет уже быть в школе, поэтому на автобусе у нее никак не получается. Там мы уже посмотрим, если папа наш будет работать с обеда, то, в принципе, он утром может ее отвозить, если плохая погода будет. Если будет дождь, там холодно. А если погода хорошая, на велосипеде можно спокойно туда и обратно доехать. Там не опасно, там есть специальная дорога для велосипедистов. Кстати, школа Маргариты находится рядом со школой Каролины. Там у них разница где-то, ну, пять минут. Макс хочет ананас, а ананас нужно порезать. Он прям спелый-спелый. Его нужно съесть, иначе он пропадет. Дождик уже вроде бы закончился, но сегодня не такая прям буря, как вчера. Нет, дождик еще идет. Ничего себе ты подушку сшила, так это не для Бони. Это арбуз? Нет, это типа киви. Ничего себе, ну она большая. Бонька! Это прикольно сидеть так, раз? Да. Ну все? Иди сюда, Бонь, иди сюда. Давай, вот, молодец, садись. Ложись, ложись. Ой, давай. Вот, молодец. Все, Бонечка, ты будешь теперь здесь спать. Еще один? Очень красиво. А где такие продают шнурки? Ой, я не знаю. Ну это очень красиво. Типа, тебе розовый такой. Еще подружки сделала один. Деленький. Деленький такой, вот беленький. Она тоже делала? Нет. А вы разные, да, делаете это? Еще пенал я себе сделала. Ух ты. Это я начала еще, когда я сюда приехали, когда мы сюда приехали. Я сегодня его закончила, потому что... Круто. Косметичка. Ой, еще там и единорожки внутри. Ну можно как косметичку использовать. Но она сильно маленькая для косметички. Не, ну я имею в виду там в поездку куда-то, если ты едешь. Красиво. Ура, ура, ура. Пришла Пашка. Наконец-то. А эти шорты будут огромные. Эти шорты будут огромные. Папе дадим. Нет. Давай, пока. Я тебе кетку оставлю. Серия. Нет, хорошее это. Размер такой же, да? Есть то, там тоже была такая майка вот с этим. Там была другая. Она подходит тоже. Это такая красивая. Рик энд Мартин. Я это завтра надела. Я не смотрела этот мультик. Ты смотрела? Я, значит, ну это серия такая. Такие зелененькие шортики. У Ксюши как раз есть зеленая футболка. Такая вот салатная. И вот эта очень афигура. Вау. Блин, я не думала, что она так классно выглядит. А, тоже Рик энд Мартин. Да, это этот. Круто. Не знаю, это, наверное, Рик это Морти. Вырви глаз с футболка. Мама, ты человек-паук. Человек-паук, ага. Вот она. Китай пойдет к этим шортам, тоже подойдет к зеленым. К зеленым. К зеленым, да? Так к оранжевым шортам, да, подойдет тоже. Вот эти вот футболки, если кто-то будет искать, они из мужского отдела, да. И вот эти зеленые шорты тоже из мужской футболки. В общем, это все из мужского. Только это нет. Это из женского. И оранжевые тоже. И оранжевые тоже. И оранжевые шортики из женского. Вот это из женского. Они были уже со скидками последними. Все со скидками, я, получается, забрала. Последний вот размер был XS. Наконец-то они приехали. Наконец-то. Все, Ксюша, она лето одета. Мам, а когда моя... Знаешь, я думала такой челлендж снять, тоже писали в комментариях, где вы с Маргаритой поменяетесь одеждой на 24 часа. Нет, не надо. Да. Надо. Давай, по приколу. Давай, когда в Испанию поедем там. Да. Хорошо? Как? Поедем на каникулы? Да. На каникулы, когда поедем? Нет, у меня такие какашечные одежды. Ну вот это в этом же и прикол, что на 20... Ну не, куда я? Ей моя одежда за мне. Ну, в общем, когда... Надеюсь, мы поедем скоро на каникулы, в отпуск. И там девчонки... Ксюша, ты пообещала. Там девчонки снимут один день, 24 часа поменяются одежды. Я сейчас буду готовить цукини. Кто будет фаршированный цукини овощами? Так, что здесь мне нужна? Ой, картошка. Морковка, лук. А что такое рикотта? Не знаю. Что такое рикотта? Где-то я уже дослышала рикотта. У меня нет рикотты. Посмотрела, что такое рикотта. Я где-то уже дослышала. Оказывается, это сыр такой итальянский. Но у меня нет рикотты. У меня есть сливки. Буду делать без рикотты. Сейчас я буду делать карточку. Сейчас я буду делать открытку для моей учители. Взяла бумагу и каролинирую бумажку. Это как называется? Альбомка. Я сейчас буду выбирать, какой цвет. И будет у меня открытка. Потому что она же для нас трудится. Но она нормально к тебе сейчас относится? Да, сейчас нормально. Пока карлины нет, нужно мне это быстро сделать. Учительнице одной не нравится розовый цвет. Так что я думаю, я ей возьму вот такой вот синий. Есть, но там радуга. А другой учителец уже может. Вот так вот. Одну вот такую вот будет. Одна вот такая будет открытка. Я думаю, вот это. Как ты думаешь? С мороженым? Да. Еле как очистила я сердцевину от цукини. Это так сложно. У меня тут даже вон... Я чуть не психанула и не бросила все нафиг. Потрескались некоторые. Тяжело это. Сейчас я нарежу кубиком. Потом нарежу лук, морковку. И вот это все пожарю вместе. И тогда уже в духовку. Все потушилось. Сейчас я сюда еще добавила специи. Перчик красный, черный. И зелень сушеная. Теперь я буду выкладывать это все в лодочки. Там написано на 230 градусов 15 минут и будет готово. Те вот попки мне не нужно было отрезать, хвостики. Я отрезала. Я хочу делать что-то на камень. Так. Я хочу. Я хочу. Кого ты в Сирии сейчас спрашиваешь? Помоги. Все, лодочки готовы. Макс, Макс, подожди. Горячо проходи. Уже 230. Там горячо. Играем. И на 15 минут. Все, делай карабан. 15 минут. Все. Ты дописала уже? Угу. А почему ты у Каролины пенал забрала? А? Деловая. Конечно. Это подарили Каролине. Она быстренько его раз. И присвоила. Все, уже наклеечки, клеечки. Какие-нибудь там. Еще наклеечки. Радубный клей. Красивая, скажем. Это немножко не хватает чего-то сюда. Тут уже бумага сама цветная. Открыточки вот такие. С пожеланиями для учителя. Для двух учителей. Одна классно руководится, другая по-французскому, да? Угу. Готовим. Давайте собирайте на стол. Будем послушать. Лодочки я уже достала. Я еще поставила готовиться. У меня еще готовится грудка индюшки. Индейки. Как говорится, правильно. Вкусно пахнет? Ты постоянно на кухне торчишь, когда я что-то готовлю. Приятного аппетита. Вкусно? Мне нравится. Я первый раз такое готовлю. Шуэл. Быстро готовите. Вкусно? Риска. Всегда вкусная. Сыра. Ну вот в следующий раз я куплю рикотту и попробую с рикоттой. Ну в принципе и так со сливками вкусно. Так ты же не знаешь, как это на вкус. Я не довезу все. Маргарита вам две штуки. Две лодочки. Съела. Макс попробовал, но сказал, для него это как-то странно. Маркоша хочет шкаф переставить. Переставлять будем сейчас шкафчик. Шкафчик. А знаете куда? Вот на вот эту сторону как раз. Сначала думала на ту стенку поставить, но потом зеркало закроет. Значит поставим здесь, потому что здесь достаточно места, и зеркало открыто. А потом развернуть. Мусор! Принеси пылесос, а там батарейки. Приставили шкафчик. Как хорошо, что... Донни... Как хорошо, что его можно так легко передвигать. Не то, что у нас в комнате стоит. Все, насмерть. Пока его не разберешь. Рунни реально двинется. Маркоша, тебе эти штаны не идут. Я знаю. Они тебе как мешок на тебе. Это у подружки она взяла, она туда к ней домой пошла. Был дождик, а она была в шортах. И подружка ей дала эти джинсы. Они тебе не идут вообще. У тебя гардеробной нет, подам. Осторожно, чтоб не упала. Куртку можешь повесить в шифонер, а не на дверь? У тебя есть вешалка. Когда приедет бабуля, хотелось бы, конечно, ей отдельную комнату. Чтобы ее никто не напрягал. Чтобы она могла зайти в комнату, закрыть дверь и там отдыхать. Так как у нас постоянно шумно очень. Если у нас Макс с Каролиной спят вместе, придется нам Ксюшу и Маргариту тоже, по-моему, в одну комнату. Не надо. А как тогда? Мы с папой куда уйдем? В зал? Мы тогда с папой будем в зале спать. Или Ксюшу с Максом? Слышишь меня? Или Ксюшу с Максом, а тебя с Каролиной? Ну тогда Каролина будет твои вещи пробовать? Не. Так что мы сейчас думаем, как мы будем делать. Мы будем комнаты делить. Или туда, Ксюш. Туда. Ксюша. А мы с Ксюшей сюда. Тебя не хватит вешалок, все одежды. Хватит! Карита, ты вообще... Ты с какой планеты? Сумасшедший. Время у нас еще есть подумать. Примерно два месяца. Она даже нам сказала... Я, говорит, когда вам приеду, мне, говорит, ничего не надо. Мне, говорит, нужна комната. Как она еще сказала? Планшет. И все, говорит, ежа, ничего не надо. Я, говорит, буду читать, фильмы смотреть. Никому не буду мешать. И мне никто, говорит, не будет мешать. И я никому не буду мешать. А зачем она тогда приехать? Приезжает сюда. Ну, допустим, она себя плохо чувствует. Ей нужно отдохнуть. Она пойдет в комнату, ляжет спокойно, и все. Кто не будет ей мешать? Не кричать, ничего. Вы же с нас здесь тут бегаете, как сумасшедшие, ругаетесь. Так, в четверг вы вообще учитесь? Да. Потом приходите домой со школы? Да. Потом что делаете? Потом я пойду в шесть к Норе. Мы там будем одеваться и все такое. И потом пойдем сразу... На дискотеку? Да. И ночевать? Угу. Она с собой возьмет такой матрас, который можно... Ну, можно... Пойдем спать? Да, два спать. А Ксюша на чем? А Ксюша на чем будет спать? Там они сказали, если у кого-то нет, то можно взять матрас. То есть там физкультура у нас. Когда я там... Там пустого места не было. Вот тетушку. Ну что я с этой тетушкой буду делать? На лоб себе вот так приклеить. Все. Вообще-то мы спать собираемся, а ты пьешь газировку. Воду надо пить. Маргарита! Воду надо пить! Давай. Все, мы уже будем... Мы уже собрались спать. Будем ложиться спать. Завтра мне рано. И Ксюша тоже рано. Мам, почему мы хотим спать? Купик нехороший. Что у тебя за фантазии, Ксения? Ну скажи. Креативная и как у тебя. Конечно. Креативная фантазия. Вот это вот креативная фантазия. Ксюша. Она креативно думает. Давай. Сейчас, вдруг Бонечка будет спать. Да, Бонечка? Зубы. Мама. Зубы, вставай. А у него габболит. Маргарита, давай там 5 минут тебе даю. Слышишь? Пока. Пока. Все, завтра будем играть. Не хочу ждать. Все, ребят, всем пока. Мама. 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 Я тоже так лазила, когда маленькая была. Мама. Да, до потолка. Мама. Весело было. Весело. Весело. Субтитры сделал DimaTorzok